Hi there, it's Nassia и моя рубрика Handy Hacks. Лет уже в полном разгаре и не знаю, как вы, но лично я планирую взять от него все. Конечно же, в первую очередь нужно хорошенечко отдохнуть, чтобы зарядиться позитивом энергии на весь учебный год, но и также это время можно потратить на то, чтобы прокачать свои teaching skills. Поэтому вот вам видео о пяти способах, как можно провести время каникул с пользой для своей преподавательской практики. Number one. Events. Можно посетить лекции, конференции, семинары, вебинары, которых летом очень много. Если не верите, то можете посмотреть наш предыдущий выпуск, где я рассказываю про самые hot events этого лета. Такие мероприятия позволяют нам изучить много нового, познакомиться с другими преподавателями и обменяться опытом. Для меня, как для молодого учителя, это особенно важно. Ну и еще я просто люблю встречать новых людей, у которых я могу многому научиться и которые разделяют мои интересы. Поэтому я уже отметила у себя в календаре онлайн и офлайн events I'm going to attend. Number two. New material. Ну, по-любому в течение учебного года у вас скопился какой-то материал, который вам показался интересным, но, как бы, времени углубляться в него не было и вы, как бы, отложили его на потом, ВКонтакте себе же переслали или в сохраненках оставили в Инстаграме. Я так делаю. Ой, какое классное упражнение. А это что за вебинар? Teaching grammar creatively? Хм. Нет времени объяснять. Сохраняй, потом посмотришь. Вот. И как раз сейчас можно уделить время тому материалу, который вы себе скопили. Досмотреть вебинары, дочитать статьи, изучить разработки. В общем, все, до чего руки не доходили. Let's do this. Number three. Education. Сейчас можно заняться своим образованием, сдать экзамены, освоить новую лексику или пройти какой-нибудь курс. Мы уже упоминали Курсеру, Udemy и Khan Academy. Образовательные платформы с большим количеством курсов на разную тематику. И подобных сайтов очень много. Там вы сможете найти курс себе по душе. Педагогика, возрастная психология, нейролингвистика. Ну, почему бы и да. Хе-хе, бай. Интересные курсы и тренинги для преподавателей предлагают YH и FutureLearn. В конце июня начинается бесплатный курс от British Council, как правильно спланировать урок. Ссылка будет внизу. Также можно самостоятельно поискать интересные методические материалы к прочтению на досуге. Например, статьи Кембриджа, Оксфорда, Макмиллана. Ссылки тоже прикрепляем к видео. Номер четыре. Catch up with the latest trends. Time to spy for our students. I'm kidding. Run. Хотя я считаю важным быть с учениками на одной волне. Каких ютуберов смотрят, кого лайкают в инстаграме, на каких пабликах сидят. Почитайте записи, которыми они делятся, на мемы, которые им кажутся смешными. Нет, это не вторжение в личное пространство, потому что всем этим они делятся добровольно. Поверьте, есть миллион изощренных способов вскрыть свою активность в соцсетях. Поэтому, если они что-то размещают у себя в открытом доступе, то они не против того, чтобы вы на это посмотрели. Тем более, если вы друг у друга в друзьях и регулярно обмениваетесь лойсами. Если вы не сидите в сетях, то можно зайти в топы ютуба и посмотреть, что сейчас в тренде. Это поможет вам стать ближе к ученикам, как бы быть с ними на одной волне. Ведь все эти темы прекрасно подойдут для small talk или лиды на вашем уроке. Вот узнали вы, что Билли Айлиш нравится вашим студентам. Так почему бы не взять какую-нибудь ее песню и не разработать задание к ней? Если вы скажете, что там один жесткач, то это не так. Хотя, правда, в этом некое есть. Мысли про себя нет, но есть пара песен, нормальная. Одна. У многих популярных исполнителей есть песни, которые подходят под наши цели. И да, речь идет про разработку новых заданий для уроков в следующем году. За основу можно взять то, что вы узнали об интересах своих учеников или о новинках этого лета. Например, недавно вышел «Аладдин». Можно разбить фильм на несколько частей и подготовить задания к ним. Ученик смотрит фрагмент дома, а потом в классе все вместе обсуждают выполненные задания. Вот как с домашним чтением. Я так делала с Паддингтоном и с Over the Garden Wall. В общем, всегда можно занять себя чем-то полезным. Пожалуйста, напишите в комментариях, чем вы собираетесь заниматься оставшиеся два месяца. Я очень хочу, чтобы это лето было для нас легким, позитивным, чтобы оно принесло вдохновение и много интересных и свежих идей. На этом не все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и stay tuned. Bye! Что же за нашим целям? Композиции! И ближе к себе. На уровне лица, да? Вот так.